привет всем живым организмом земли мидгарда диаге кому как больше нравится сегодня среди инвентаря наших подземелий мы не обнаружили веревки видно кто-то забылся игрой а потому возникла необходимость и смоделировать и не просто смоделировать сделать заготовку которая в будущем в подобных ситуациях будет нас выручать то есть мы будем иметь быстрый доступ для того чтобы получать веревку 3d для эксперимента нам потребуется мода одна штука зибраж одна штука гаузи одна штука пара рук плюс еще одна итак поехали итак для начала нам потребуется цилиндр создаем его основание уравниваем по нулю и уравниваем его диаметр в размере 500 миллиметров количество сторон 12 количество граней и количество сегментов 6 верхние и нижние крышки нам не нужны и начинаем делать заготовку это заготовка каната закрученного по спирали бэволом добиваемся вот такой формы как можно ближе чтобы они подходили еще раз келем по оси чтобы при сглаживании получался вот такой вид да в принципе готова сетка нам больше не нужно можем отключить единственно сглаживать будем к этому кларк но прежде добавим еще одно секущее ребро и его тоже отске лим примерно так получая более выпуклую форму здесь можем увеличить все вот это у нас будет заготовка для каната но сейчас посмотрим в принципе да в принципе она уже готова готова что мы можем сделать мы можем заморозить сейчас вот это подразделение и получаем такую честную топологию сейчас инструментом твист закрутим по оси на угол кратный 180 градусов и вот получаем такую форму и уже сейчас мы можем использовать эту кисть в браше для того чтобы рисовать канат чтобы перейти в браш воспользуемся плагином гаузи отчасти этот урок кстати посвящен тому чтобы научиться пользоваться этим плагином чтобы вернее продемонстрировать что он работает работает отлично чтобы узнать подробности его установки и там где его взять переходите в нашу группу вконтакте в соответствующем разделе меню можно найти индекс по урокам мы получили геометрию переходим режим редактирования сменим материал control d нажимаем чтобы сгладить и видим что вот такой в принципе медпольный канат у нас получается 9000 точек мы его ставим строго вертикально вот так чтобы он у нас был переходим палитру кистей нажимаем create insert mesh создаем insert mesh нажимаем new чтобы создать новый потому что у нас еще нет но в принципе можем к любой из кисти при аппендить его добавить но мы создадим новый нажимаем new теперь вот этим сегментом да только нужно геометрию удалить нижние уровни подразделения и теперь вот этим сегментом мы уже можем рисовать но нас сейчас это не интересует нам нужна кисть нам нужна кривая и для того чтобы ее активировать вот здесь в разделе stroke curve curve mode то есть мы включили на пирс мод здесь остальные параметры можно оставить по умолчанию как стоят и теперь уже это кисть будет рисовать по кривой и интерактивно изменяя размер кисти на ходу мы можем менять толщину этого каната вот собственно канат мы уже имеем да единственное что нужно его немного настроить чтобы вот этих рубленых сегментов не было переходим в палитру brush здесь она доступна в меню в принципе можно ее в левый перетащить раздел и здесь во вкладке modifiers есть настройки как раз этой кривой первым делом ставим в l points сшивать точки после каждого и активации параметра можем кликать на вот эту кривую линию красно-черную и кликаем видим что да теперь точки уже сшиваются дальше разрешение кривой ставим 67 снова кликаем видим что уже да уже намного приятнее выглядит единственное что у нас здесь есть это на стыке вот здесь еще видим немножко такую замятость для этого ставим stretch растягиваться и параметр overlap ловим значение здесь значение очень скрупулезные такие низкий шаг поэтому аккуратно не накручиваем сильно смотрим при каждом изменении параметра делаем реклик иногда он глючит поэтому для верности лучше новую кривую нарисовать да и здесь видим что уже чем-то никаких вот этих глюков нет то есть вот у нас чистая такая получилась веревка даже мы здесь если при всем желании ну нет принципе можно конечно да вот он видно этот шов вот здесь он проходит ну принципе можно еще попробовать накрутить для особо зорких снова кликаем на кривой снова нарисуем ее еще раз да ну вот теперь явно перекручено поэтому возвращаем значение то есть вот здесь в зависимости от того какая геометрия будет на выходе из пакета здесь вот это значение может варьировать но как бы всегда у нас так как угол кратный 180 градусов мы закручиваем и примерно количество сегментов кратное двум поэтому оставляем 02 самый оптимальный вариант который у нас был пробуем нарисовать и да вот это нас вполне устраивает то есть здесь если не присматриваться никаких границ в общем то мы не увидим такую цену мы получили сейчас здесь все занято веревками да ну по сути если мы сейчас создадим новый объект какой-то сцену очистим то вот здесь у нас уже веревка есть да то есть у нас есть кисть единственный и недостаток в том что она не имеет начало и не имеет конца скажем так здесь пола и до отверстий конечно можно закрыть через меню geometry modified apology close holes мы нажимаем и все отверстия на закрывается да но в общем то это не то что нам нужно мы же легких путей не ищем да мы хотим создать крутую кисть тем не менее ну то есть нам нужно сделать заглушки сейчас мы посмотрим как раз как это делать а тем не менее вот эту кисть можно пока оставить она у нас будет такая до веревка полая на всякий случай скажем так браш пока оставляем снова идем в мода что нам нужно сделать нам нужно вот такое же подобие сделать сверху и снизу то есть две разные группы сделать даже 3 до получается одна группа вторая группа и третья группа и тогда вот когда мы будем рисовать браш будет распознавать вот эти эту поле группу эту поле группу эту поле группу разными и вот это он будет ставить начале эту в конце а эту середине множить многократно вот это как раз то что нам надо единственное что мы не будем опять таки искать легких путей мы сделаем какие-нибудь интересные заглушки то есть как это у канатов обычно бывает металлические набалдажники сверху с крючком и снизу тоже металлическая такая заглушка чтобы не он не пушился этот канат и так для начала с дублируем какое-то количество ребер какое-то количество лупов это у нас будет внизу и снизу возьмем такое же количество для верха это для того чтобы потом у нас вот так ровно броши сшивались потому что у нас сейчас нижняя кромка совпадает с верхней и наоборот вот эта кромка совпадает с нижней поэтому обязательно вот эти куски нужно оставить если мы возьмем из середины какие-то куски велика вероятно что они здесь не совпадут а поэтому пока их сшиваем даже не то что не сшиваем просто позиционируем на вот этом уровне с не пинг включаем как работать уже знаем здесь привязываем инструмент крайней вершине и сюда снэпим или все же не идеально нет не идеально да нет да идеально здесь просто рефлекс такой и поэтому кажется что не совпадает кстати рефлекс если он мешает можем убрать вот отсюда джейлер и флекшн до можем поставить нет и здесь уже оценить без бликов то все отлично совпадает далее вот этот при сны пливаем и здесь да у нас тоже все хорошо совпадает так теперь у нас есть три сегмента и создадим собственно сейчас самое интересное сцену сохраним дабы ничего не потерять в суе control c control v для вставки скопировали луп ребер а можем его привести в круглый вид получаем вот такую сферу snapping можно отключить и здесь сделать ее побольше примерно больше тут особой точности не требуется и скопируем ее дублируем точно также с одновременным экструдом так и получаем такой цилиндр ну сразу видим что скорее всего нам такого количества не потребуется поэтому лишние ребра можем удалить проредить ну вот так в принципе будет достаточно так и сразу же создадим здесь отверстия сейчас берем инструменты глуп посередине делаем луп control shift зажимаем еще посередине посередине здесь и здесь здесь у нас будут отверстия скорее всего так сделаем балл активируем но все поставим чтобы они имели ровные границы и теперь когда они сделаны с локал экшн центром в принципе можем использовать их удалить сами полигоны а здесь чтобы наверняка у нас получился ровный круг мы воспользуем серый дел кликнем получаем вот такое отверстие то есть у нас сразу отверстие получается и единственное что в сглаженном виде нужно оценить все это дело до видим что есть небольшие вмятины вот они видны поэтому нас это не совсем устроит что мы сделаем мы во первых подразделим эти полигоны shift d сделаем тем не менее да видим что вмятки на и остаются что мы сделаем сейчас мы возьмем цилиндр вид сверху перейдем создадим цилиндр да вот он у нас точно по центру падает берем этот цилиндр поднимаем и делаем его пошире однозначно шире удаляем только верхние и нижние и сгладим его вот он сглаженный у нас идеально ровная поверхность у него теперь выделяем нижний мы можем даже поближе вот этот цилиндр сделать чтобы он как можно ближе был к стенкам чтобы особо долго нам не тянуть а теперь вынесем этот цилиндр в новый слой control x здесь и в новый слой control и далее возвращаемся возвращаемся в наш слой видим что у нас сечение добавилось но сама само отверстие осталось таким рубленым поэтому снова сделаем его круглым да это нас устраивает выделяем все эти полигоны уделяем полигон и бэкграунд констрейн у нас активен и скейлим так что с опциями тогда дабл сайдет и вектор скейлим до упора и все отключаем здесь и смотрим да вот это нас устраивает форма довольно ровная так далее выделяем этот объект и подгоняем его уже по размеру каната можно чуть чуть во внутрь зайти потому что стенки толщина будет опускаем и вот здесь смотрим вот здесь у нас нужно чтобы вот с этим сегментом он вернее за его границы чтобы он не уходил то есть вот так у нас есть и примерно на середине как у нас сейчас состоит он должен стоять то есть сюда он не должен спускаться потому что иначе может могут быть ошибки в браше когда будут сшиваться полигруппы так создали да теперь так теперь выровняем верхнюю кромку потому что здесь у нас при сопоставлении поехала до немного когда точки привязывались к точкам с этим параметром кстати отключаем и теперь выделяя этот элемент белом задаем толщину в принципе такой достаточно будет да и здесь убираем эти лупы здесь закрываем полигоном вот у нас внизу образовался его тоже отскеяли бэволом вовнутрь еще раз и сделаем сейчас мешклинап только этот объект скроем да ничего не сшилось только нормально пофиксились значит все было в порядке так и здесь что мы сделаем здесь мы этот полигон закроем треугольниками чтобы браж у нас не ругался на превратим в треугольники а вот этот эту кромку поднимем и в режиме ребер сделаем fill квад сохраняя четырехугольники и получаем вот такую четырехугольную форму добьемся выделения побольше перемещение и фолов цилиндрический по оси y да так нас устроит то есть такое закругление сделать чтобы не такое рубленое было да все в принципе этого достаточно и сделаем ручку выделяем луп control c control и вставляем в режиме selection с келем и растягиваем ребра в принципе чтобы не растягивать дабы не мучиться можно просто экструдом таким небольшим и отскелить чтобы она была ровной флипаем далее выделяем снова control c control v сюда на 90 градусов поворачиваем и bridge соединяем да вот эта форма уже получше ну единственно конечно она очень толстая получается сразу сразу можем сделать ее поменьше push так и поднимем чтобы касалось верхней кромки вот так само отверстие большое этот рычаг не обязан быть до таким большим видим что ось сейчас не ровно стоит поэтому выравниваем и вот так и поднимаем до нужного уровня снова control c control v копируем и здесь центр selected сделаем но по двум осям по z и по x чтобы по y она не перемещалась у нас никуда в ноль не падала чуть-чуть можем ее поднять вот так и снова bridge и здесь сегментов в принципе смотрим чтобы сетка была по плотности такая же как везде у нас использовалась чтобы потом не было расхождений так здесь тоже ребро с келем чтобы она ровным стало и тоже в центр вот так и получаем аккуратную форму и по оси так тут у нас интересная ситуация это получилось как раз таки мы не можем сейчас ровно сделать потому что у нас отхождение от оси получилось да у нас сама само отверстие было немного в другой стороне но тем не менее ничего страшного там нет здесь отснепим и здесь повращаем вот так вот здесь сейчас видим что получился перехлёст такой все это нас не устраивает поэтому эту вещь надо немного пофиксить систему удаляем ребро видим что удаляется геометрия значит ребро это не свободная а значит нужно фиксить берем скейл в одну точку сгоняем и здесь скейл в одну точку сгоняем и дальше мы шклин об но опять таки скрыв этот сегмент чтобы он не шился вот с этими кей и 27 вершин было шито пробуем удалять ребро да вот здесь видно что опять не до конца да то есть 27 цифра такая подозрительная значит вот эти верхние вершины они не сшились поэтому идем vertex merge и вместо automatic ставим фиксированный на расстоянии одного миллиметра будут шиваться вершины и вот как раз эти четыре вершины и были сшиты теперь можем спокойно удалять эти лупы и никто ничего не скажет но верхнем конечно оставим а нижний нам не нужен и его и удалили так возвращаем видимость все мы получили в общем то то что хотели такую ручку можно и отскейлить немного так так и нижний сегмент нам осталось сделать потому что этот есть эти группы есть эти есть и это есть сейчас вот как раз еще одна нижняя полигруппа потребуется здесь берем принципе не мудрство и лукаво да берем вот этот кстати выравниваем его возьмем вот эти полигоны нет даже возьмем вот эти снова выделим так вниз скопируем и отскейли в обратную сторону по z минус 100 до флипнем полигоны такую вещь получаем и можем задать толщину параметр тыкин только здесь на все верно все верно так во внутрь задаем толщину и вот здесь внизу принципе можем повыше сделать да вот так до середины ну вот собственно и все да вот такая заготовка получилась вот этот лук можем удалить он не нужен да и вот эти в общем то тоже лишняя геометрия в сцене никому не интересно так переходим далее снова браш сохраним на всякий пожарный переходим гаузи снова гаузи и получаем вот такую штуку снова включаем сетку видим что сейчас у нас полигруппа общая этого всего дела общая полигруппа нас не устраивает поэтому мы идем для разделения как раз в раздел полигрупп делаем автогрупп сначала и нам нужно теперь определить те участки которые будут входить в одну группу то есть здесь control shift зажимаем отправляем инвертируем да вот это у нас будет плюс вот это обязательно вот этот сегмент не забываем это будет одна группа групп визе был делаем то же самое делаем вот с этим здесь групп визе был все возвращаем и вот это у нас получается три полигруппы должно быть две по краям и 1 таяющаяся по центру теперь делаем то же самое сдаем insert mesh и вот здесь кстати можем уже добавить его вот в имеющейся чтобы у нас была и полая система и вот такая до который сделали сейчас нажимаем append нажимаем ok и видим что вот сейчас 2 да и по нажатии на м горячую клавишу мы можем выбирать либо этот наш либо вот этот мы выбираем этот разумеется он нам нужен и сейчас рисуем по кривой ну то есть то же самое доделаем если у нас впервые мы это делаем здесь включаем киров мод и сейчас нам остается настроить эту кисть делаем модифирс world points прокликиваем в точке мажется на шестерку снова кликаем еще интереснее стало и далее стрэч и оверлэп у нас был минус 002 пожалуй так и оставим сейчас у нас канат лоупольный получается ну так тому и быть потому что здесь геометрии много и не стоит делать его сильно хайпольным потому что на один канат если улетят улетит весь бюджет полигональный будет нехорошо минус 0025 еще попробуем минус 002 оставляем по итогу ну что ж и теперь видим что все у нас работает сделаем поле мэш и вот например зажимая shift протягиваем кривую видим что она опоясывает наш цилиндр и мы видим как получается вот этот в общем-то канат наш канат заглушкой и с основанием с крючком и здесь мы можем его уже как-то позиционировать сдавать новый клик ним чтобы убрать кривую просто на каком-то мэше и создадим новый канат например вот здесь ну здесь сейчас видно уже что да вот эту заглушку можно бы сделать было побольше и вот это основание побольше и чуть-чуть видно да вот здесь косячок то есть чуть-чуть пошире расширить ну то есть мы просто возвращаемся в мода и фиксим все эти вещи то есть тут принцип тот же самый первый блин комом поэтому ничего страшного но вот кстати здесь сейчас вот эти косяки не вылазят но в любом случае в любом случае вот этот эту верхнюю заглушку можно было чуть чуть помассивнее сделать пониже опустить то есть чтобы она побольше была и нижнюю побольше ну а так в принципе все работает да все готово чтобы продолжить кривую мы можем навестись чтобы у нас вот такая красная линия получилась и кривая будет продолжена здесь вот она продолжилась и здесь мы ее можем таскать но это уже работа с кривыми да здесь мы можем например запенить стартовую точку либо финишную точку чтобы вот например хвост никуда не двигался вот то есть таскаем за нижней можем таскать узлы какие-то вязать при необходимости а чтобы продолжить видим как вот он вектор такой выходит красный и продолжаем далее чтобы сохранить эту кисть теперь снова заходим в палитру и нажимаем save с сохраняем кисть любом месте у себя на компе и в следующий раз при запуске если мы его положим в папку с пресетами ну кстати вот сейчас мы допустим этот кисть сохранили до zbp формат и находиться она будет в папке программы zbrush если мы хотим чтобы она появлялась у нас в лайтбоксе вот здесь на в лайтбоксе тогда мы ее крал кладем в папку zbrush вот сюда если же мы хотим чтобы она у нас стартовой палитре была вот здесь которая открыта вот здесь у нас она была доступна тогда мы ее кладем в папку здесь стартап и brush presets вот сюда тогда у нас будет она вот здесь находиться и при каждом запуске мы будем в общем-то иметь к ней доступ и у нас здесь есть также 2 кисть мы не забываем до которая рисует обычную полую веревку по клавишем между ними мы можем переключаться ну что же на этом все веревками мы обеспечены до конца эксперимента чего и вам желаем ждем вас группе вконтакте где будет инструкция по плагину гаузи который в общем-то и послужил маяком к созданию этого урока помимо кражи веревки и там же будет пресет вот этой кисти с пофикшенными габаритами да и и можно будет просто забрать и пользоваться всего хорошего до встречи в группе до встречи на канале даст на белом свете